Всем здарова дорогие подписчики, с вами как всегда Димка, сегодня мы продолжаем играть на провинции на шестом сервере. Приглашай играть вместе со мной, переходите по ссылочке в описании, а также не забывайте указывать промокодик во вкладочке M, реферальная система, вот этот промокодик, вот сюда вы получается вписываете его и получаете приятные плюшечки на старте игры. А точнее друзья, это конечно же скидки, куча денег на покупку машин, а также домов, поэтому ребята это очень и очень и очень приятно, в общем-то для новичков. Также кто указал, то обязательно пишите об этом комментариях, что же вам пришло. Ну а сегодня ребята мы отправимся, как и всегда, на контейнеры, да ребята, именно сегодня мы пытаемся испытать вновь удачу свою, так сказать, посмотрим что же выпадет в этот раз. Какие контейнеры вообще стоит открывать, пожалуйста, напишите также в комментариях, потому что на данный момент там и было какое-то обновление, вроде как я знаю, и вероятнее всего это может как-то повлияло на именно дроп из контейнеров. Поэтому ребята, кто знает, кто открывал, тот обязательно мне подскажет. Для начала давайте мы, наверное, оплатим все штрафы, все что у нас тут накопилось и уже продолжим прямо в порту. А да, нет, подождите-ка, это как раз таки идет разгрузка до тачек, поэтому ребята, точнее контейнеров, поэтому ребята, да, мы в принципе успели, отлично. Давайте же посмотрим, что же здесь в принципе-то будет, закрыть транспорт, отлично. Так, одежда Россия уже очень даже хороша. Я напоминаю, ребята, то, что как бы если сейчас там будет как раз таки тачка за 6 миллионов, то в принципе мы ее, конечно же, будем открывать. А я напоминаю то, что вообще выпадает с контейнеров из 8 штук 4 автомобиля. Да, одежда получается, антиквариат, и неизвестно, ребята, но больше 4 автомобилей я не видел вообще, но многие говорили, что как бы есть такая возможность увидеть 5 автомобилей в контейнерах, но обычно нет. Ладно, давайте смотреть, я очень надеюсь, что все-таки, что все-таки тут тачка за где-то 6 миллионов, а ну-ка, а ну-ка. Или как минимум неизвестный, наверное, за 12, смотрите. Антиквариат за 3 300, такое себе. Кстати говоря, можно в принципе попробовать открыть антиквариат, потому что обычно Юрцу, по-моему, там даже в плюс. Последний раз, когда мы с ним вместе открывали, выпало где-то на 500 тысяч, то есть вполне вероятно то, что как бы можно и подняться с него. Ну, в общем-то, посмотрим, что же будет вообще по всем оставшим контейнерам. Поэтому, ребята, давайте дождемся полной разгрузки. Ну и будем уже смотреть... Нет, давайте-ка, ребята, дождемся, пока вот этот контейнер к нам приедет. Потому что, ребята, очень хотелось бы посмотреть, а вдруг реально тачка и очень-очень по низкой цене. То есть точно будем уже открывать. Так, смотрим. Если есть два Дубая, то вероятнее всего больше, в принципе-то, и не будет. Будет, наверное, таки США, Россия. Поэтому, ребята, возможно, в США тоже будут тачки. Это уже интересно, но опять же-таки, смотря, что по цене. У меня, как вы видите, практически 12 миллионов, и как бы, ну, на какой-то дорогой контейнер из Дубая нам точно не хватит. А здесь автомобиля 10558. Ага, даже так получается? То есть, ребята, в принципе-то... Блин, ну даже если... Давайте подумаем. Если выпадет Тесла, которая в основном-то и падает в последнее время из этих контейнеров, то вполне вероятно, что это будет десяточка. А это как раз-таки ноль. А Бугатти, конечно, я уже не верю. Урус будет очень дорого. Кстати, как раз, как у меня Урус стоит? 20 миллионов, ребята. Если выпадет, будет круто. Геттер, кстати говоря, он стоит у нас 7 миллионов. Понял. Так, и в принципе, Роллс тоже может выпасть, который я бы тоже хотел бы себе купить. Либо Феррари. Блин. Я даже не знаю, ребята. Можно, конечно, попробовать открыть. Это чисто будет такой вот... Либо вабанг, либо просто охеренно открытие. Еще один дубайский контейнер. Чего? Простите меня, пожалуйста. В смысле? А что так много-то? Не одного, а то сразу аж три высыпало. Коррек, кстати, тоже редкая такая тачка была бы прикольненько открыть. Так, а тут что? Автомобили 12700. Ну, вот этот мы открывать точно не будем. Постоянно говорю о том, что, ребята, чем дороже контейнер, тем смысл о нем вообще нет. Тут просирайте деньги. Так, ну тут как бы 11 миллионов. Смотреть, что выпадет. Даже не знаю, кстати говоря, Феррари какая-то была прикольненько. А, в Италии. Италия даже получается. Новенькая такая Феррари. Я даже не знаю, ребят. Честно говоря, даже не знаю. Вон Рашка, кстати, выпадает. Прикольненько. Ладно, я понял. Скорее всего, да. Будем открывать вот этот контейнер. Сейчас дождемся полной разгрузки. Посмотрим, что там в оставшихся. И уже будем что-то думать. Итак, смотрим. Получается, Рашка нам уже доступна. Автомобили 168. То есть, получается, раз, два, три. Вероятнее всего, вот в Евросоюзе тоже автомобили. И последний контейнер Дубай. В Евросоюзе неизвестен. 5258. Мы четвертый дубайский контейнер. Что, ребят? Вы серьезно, как бы? Даже какой пятый? Пятый дубайский контейнер. Раз, два, три, четыре, пять. Действительно. Я такого не видел, чтобы столько много контейнеров Дубая было. Так, а здесь подождите-ка, что? Ну, автомобили 14184. Охренеть, ценники, конечно, ребята. Ну, а тут, вероятнее всего, будет сейчас одежда где-то за 5 миллионов. Давайте-ка посмотрим вместе с вами. Вероятнее всего, да, ребята. Будем открывать именно Дубай за 10. Потому что все остальное, как бы, шлак. Вы видите, сами все прекрасно. Неизвестен за 9 миллионов. Тупо вообще в нули. Ребята, это просто слить ваш кэш. Вот никогда в жизни не открывать неизвестен. Вот, ну, серьезно. Никогда в жизни мне, вот сколько раз я открывал, не выпадало что-то полезного из этого контейнера. Поэтому, да. Ладно, давайте смотреть. В принципе, автомобили 10. Я думаю, что единственный контейнер, который вообще стоит здесь открывать. Здесь, понятно, одежда, все понятно. Атиквариат 3300. Да, можно было бы, конечно, попробовать на антиквариат экспоненции. Но когда есть такой ценник за Дубай, почему бы не открыть Дубай? Тем более, ребята, сами понимаете, вы бы, наверное, этого и хотели. 15 секундочек ждем. Ставочка будет под 11 миллионов, ребята. Делаем ставочки, что вообще мне выпадет. То есть прямо сейчас можете написать в комментариях, какая из этих машин. И, пожалуйста, желательно, Чирон. Ребята, я знаю, что иногда комментарии помогают. Поэтому, ребята, если захламите кучу комментариев о том, что выпадет Чирон, то вероятнее всего так и будет. Все, супер. Короче, поставили мы на эту ставочку. То есть получается 11 миллионов. Ребята, ждать аж полторы минуты. Я сомневаюсь, что вообще меня кто-то перебьет. Пацаны вообще поставили это здесь на русский контейнер или же нет? Интересно, что у них вообще тут по битве 176? Никто и перебивать, что ли, не будет его? Я бы, конечно, мог поставить, но а смысл? А вас 27 десятка может выпасть. А так вообще девятка вообще ни разу не открывал. Кстати говоря, я русский контейнер. Я даже не знаю, что из него можно себе забрать. Вот, ну, правда, вот ни разу не открывал. Поэтому да, ребята. Возможно, когда-нибудь мы откроем несколько штук таких вот русских контейнеров. Посмотрим, можно ли вообще уйти с них в плюс. Там, не знаю, штук 10 в одной серии просто пооткрываем. Чисто по КД, да? И будем смотреть, что реально с них падает. Потому что русские контейнеры практически каждый раз выпадают. Поэтому это вообще не проблема. Так, ладно. 50 секунд ждать, ребята. Не знаю. Давайте сейчас мы добьем где-нибудь на Бугатти. Оставим именно в таком положении. Именно с открытым... С окном, где стоит Бугатти. И вполне вероятно, что именно таким образом мы сможем ее выбить, ребята. 37 секунд остается. Ладно, мы уже открывали с открытым окном. Точнее, да, оставляли с открытым окном. Толком ничего не было. Короче, ребята, просто не смотрим. Блин, не знаю, что там. Потому что, да, тачка какая-то есть. Вопрос какая, я не знаю. Есть ли какой-то чувак, который рядом? Братан, 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 братан. Братан, что там? Что там выпало? Подскажи. В Дубае. В Дубае. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пошли, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Смотри, что там выпало. Ну-ка, ну-ка, говорит, ну-ка. кстати говоря прикольно ребят 10 3010 322 поставил получается 11 10 322 получается на стоит поставил 11 принципе в минус на 700 но это блин нормально слушай да как бы как бы да обычно того по 5 миллионов сливал за один контейнер ребята тесла я давно хотел ее выбить я так и думал что выпадет она и как говорил она вышла практически 10 миллиона то есть практически в нули мы вышли зато теперь у меня есть такая вот офигенная тесла которая по сути стоит аж 9 289 0 меньше ладно давайте для начала мы наверно поедем сразу же поставим номера на нее проверим ее ё-мой ребята давно я мечтал вообще выбить теслу из контейнера и сегодня мы это сделали открыв ок самый дорогущий контейнер кстати говоря мне интересно как она заправлять давайте для начала наверно мы не номера поедем поставим а поедем но блин мы наверно не успеем либо же если она тут рядом давайте мы знаем сначала поедем поставим номера потом посмотрю как она заправляется точнее заряжается потому что ребята действительно никогда не было электрокара у меня в на проекте на этом сервере вот и кстати говоря давайте так вот в принципе то в принципе то мне она как бы но я покатаюсь на мне не особо нужно вот если вы бы хотели себе ее заполучить то напишите об этом в комментариях и напишите даже знаете не так давайте вот тысячу лайков на этом ролике мы наберем вот просто тысячу лайков и тогда я ее разыграю уже в следующем ролике вы просто не забывайте указывать вашу страничку вконтакте в соответственно комментариях под роликом просто 1000 лайков ребята и мы ее разыгрываем 10 миллионов просто на изи вы можете поднять так ладно давайте поставим номера приобрести номер и номер у нас получается 484 рынка вообще нормально кстати говоря зеркалочка выпала у меня зеркалочка еще есть получается на лампе которая вот здесь то 808 а тут 484 вообще порядок ребята согласитесь да давайте теперь короче попробуем ее заправить точнее заявить посмотрим как она вообще заряжается как долго или быстро ли в как вообще этот процесс происходит то что я действительно не знаю мне интересно так давайте мы заведем все четко поехали так зарядка у нас получается внизу давайте мы туда и отправимся прямо сейчас вами кстати говоря по скорости она очень классная 261 по максимал очки тормози да да понимаю понимаю ну ладно в принципе ничего страшного как бы для теста одноразово можно было ее разбить 261 получается здесь с этой дикой в час это на самом деле достаточно неплохо кстати говоря если ее протюнинговать интересно какая вообще максималочку у этой машины кстати возможно мы в следующей серии как раз таки этим и займемся 11 процентов починка на практически 15000 понимаю просто в минус а ребят на будет накинуть и тоже какую-нибудь страховочку чтобы платить поменьше кто не знает если ставить страховочку на тачке в провинции то платите за ремонт намного меньше так и чё получается текущий уровень заряда 7 начать зарядку 1 киловатт 5 рублей ну давай допустим ю вы серьезно так долго я думал будет намного быстрее то есть ребята зарядка в общем-то теста проходит достаточно долго понимая а вообще максимальный заряд это какой у нее интересно но тут надо подождать ребята да 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 ну как бы принципе нормально как бы логично то что зарядка проходит намного дороже и в общем-то дольше чем заправка просто бензином ну наконец-то зарядку успешно завершена 100 киловатт уже у нас заряжены но типа камон я ждал на минут пять пока она за получить зарядиться ребята это на самом деле очень долго но как бы в рамках того если заправлять обычные там тачки то как бы здесь надо реально прям ждать из-за этого на самом деле тесла мне не нравится ну а так как электрокар в принципе прикольная на самом деле тачка поэтому ребята не знаю что да давайте действительно мы и разыграем опять же таки если наберете тысячу лайков то тогда в принципе то и получите ее и разряжается кстати говоря также быстро поэтому ребятам на такое себя она любом случае спасибо всем ограничек досмотрел тот ролик до конца в следующей серии возможно таким и либо ее разыграем если наберете тысячу лайков либо же все таки мы ее будем тенинговать или же просто и то и другое а посмотрим в общем то да и друзья так и дать теперь мы принципе вот все это заспауним респаун а стоит здесь то есть получается принципе мы можем поставить вот сюда окей все спасибо за просмотр всем удачи всем хорошего строения и всем ребята пока пока и